Это новости на БТБ. Здравствуйте. Сила АТО удерживает установленные ранее позиции, не нарушая условия соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает спикер штаба АТО Алексей Дмитрошковский. По его словам, в Мариуполе ночь прошла спокойно, ситуация в городе оставалась стабильной. В то же время российские войска продолжают грубо нарушать условия перемирия. По данным группы информационного сопротивления, противник обстреливает позиции украинских силовиков, в том числе и с тяжелого оружия. Как сообщает руководитель группы Дмитрий Тымчук, по нашим подразделениям был открыт огонь из минометов и градов на территории аэропорта Донецк, вблизи населенных пунктов Тоненькое, Докучаевск и Дебальцево. С применением стрелкового оружия боевики атаковали опорный пункт возле Родникового. Штурм был отбит. Украинские военнослужащие соблюдают условия перемирия и открывают исключительно ответный огонь, подчеркнул Дмитрий Тымчук. Боевики выселяют местных жителей села Никишино для наступления на Дебальцево. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБ Андрей Лысенко. Террористы требуют от людей в течение 72 часов покинуть населенный пункт. Кроме того, в Новоазовске руководство боевиков ввело особый режим передвижения. Запрещен въезд и выезд из города всем лицам, в том числе и местным жителям. Продолжается нарушение террористами прав и свобод граждан Украины. Так, в населенном пункте Никишино боевики выдвинули ультиматум местным жителям с требованием в течение 72 часов покинуть населенный пункт, поскольку в последний является выгодным рубежом для наступления на Дебальцево. Первые 20 пленных освобождены благодаря Минскому протоколу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, находясь с рабочей поездкой в Мариуполе. Он также отметил, что вчера из окружения удалось вывести 33 украинских военных, которые не сдались в плен и держались до последнего. «Главное, что у нас есть сильный, мощный боевой дух украинского войска». Подобную силу духа продемонстрировали жители Мариуполя, отметил глава государства. Мы будем защищать свой город, защищать свою область, государство. И никому не дадим ни клочка украинской земли, ни ее суверенитета, ни ее территориальной целостности, ни ее независимости. Потому что сейчас на самом деле идет борьба за независимость. 648 человек освобождены из плена сепаратистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. Однако в руках боевиков находятся еще около 600 заложников. Представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР просят освободить более 300 своих заложников. По словам начальника главного следственного управления СБУ Василя Вовка, сейчас списки уточняются. Напомню, что в прошлую субботу при СБУ начал работу Межведомственный центр помощи гражданам по вопросам освобождения пленных, заложников и поиску пропавших без вести. За два дня работы в центре получили 336 заявлений. США призывают расследовать все случаи нарушения, совершенные в ходе конфликта на востоке Украины. Об этом заявила представитель Госдепа Джен Псаки, комментируя доклад Amnesty International, опубликованный накануне. Джен Псаки отметила, что, по мнению США, большая часть преступлений против мирного населения совершается сепаратистами. Миссия наблюдателей ООН в Украине продлена до 15 декабря. Об этом сообщил официальный представитель организации Стефан Дюжари. Миссия работает с 15 марта. Ее возглавляет помощник генсека ООН по правам человека Иван Шиманович. На основе собранных данных он ежемесячно представляет в Киеве и Женеве доклад о нарушениях прав человека в Украине. Документ далее обсуждается в Совете Безопасности ООН. Евросоюз окончательно согласовал расширение секторальных санкций против России. Они связаны с действиями Кремля, которые приводят к дестабилизации ситуации в Восточной Украине. Новый список опубликуют в ближайшее время. В нем могут оказаться крупнейшие нефтяные компании, а также государственные банки. По данным Wall Street Journal, в черный список ЕС войдут три нефтяные компании. Газпромнефть, Транснефть и Роснефть. Им закроют доступ к коротким кредитам и ряду технологий в области добычи нефти. Также европейцы ужесточат условия кредитования пяти крупнейших госбанков. В Федерации пострадает и оборонный комплекс России. Ряду предприятий урежут доступ к финансированию и запретят экспортировать продукцию в Евросоюз. На усиление санкций против России настаивает Вашингтон. С таким заявлением выступил официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома. В США считают, что в Москве необходимо выставить дополнительный счет за агрессивную военную деятельность, которую она ведет в Украине. Ужесточением санкций в отношении России грозит и Канада. Министр иностранных дел страны Джон Берт пригрозил Москве ответными мерами, если на востоке Украины не будет продлено перемирие. Президент США Барак Обама и Генсекуон Пангимун в телефонном разговоре обсудили прекращение огня на востоке Украины. В частности, важность эффективного контроля над механизмом прекращения огня в Восточной Украине. Канада обвинила Россию в провокации против ее военного корабля в Черном море. Инцидент произошел за два дня до начала маневров в Сибрис-2014. Эти украинско-американские военно-морские учения длятся второй день. В них принимают участие семь украинских кораблей и пять от стран НАТО. Цель – обеспечение гражданского судоходства в кризисном районе. Боевые судна тренируются в северо-западной части Черного моря, которая не контролируется Россией. Москва выступает категорически против этих маневров, которые рассматривают как экспансию НАТО. И еще одни военные учения проходят на юге Германии. Армии стран-членов НАТО тренируются вместе отражать нападение условного противника в воздушном пространстве. В маневрах участвуют сотни единиц бронетехники и вертолеты. Учения проводят в рамках создания европейских сил быстрого реагирования. Пятитысячный военный контингент должен быть готов к переброске в любую страну НАТО в течение двух суток. Такие планы были согласованы на саммите блоков Уэльси. Западные страны приняли решение усиленно тренировать своих военных из-за угрозы российской агрессии. Аналогичные маневры на выходных начались и в Латвии. А на осень запланированы учения НАТО в Норвегии, Польше и Украине. Европарламент поддержал ратификацию соглашения об ассоциации зону свободной торговли Украины с Европейским Союзом. Соответствующее голосование состоялось на заседании комитета в Брюсселе. За высказались 49 депутатов, против 8 четверо воздержались. Напомню, Европарламент планирует рассмотреть вопрос ратификации соглашения 16 сентября. Решение может вступить в силу на временной основе 1 ноября 2014 года, при условии, если Верховная Рада также ратифицирует документ на следующей неделе. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отстранил генерального директора Укрзалезныти Бориса Остапюка. Такой шаг связан с поступившей информацией от правоохранительных органов о возможных финансовых злоупотреблениях и коррупции. Глава правительства поручил проверить финансово-хозяйственную деятельность предприятия и на время проверки отстранить от занимаемой должности гендиректора. Бороться с коррупционерами в Украине будет новый специальный правоохранительный орган Национальное антикоррупционное бюро. Соответствующий законопроект разрабатывали совместно правительство и общественные организации. Президент уже внес его на рассмотрение парламента. Голосование ожидается на следующей неделе. Документы имеют высокие шансы на положительное голосование, считают аналитики. Как новосозданный орган будет искоренять коррупцию в стране, разбиралась Оксана Опрышко. В структуре Национального антикоррупционного бюро предполагается 7 территориальных управлений. В штате почти 700 сотрудников. Под прицелом структуры будут исключительно высокопоставленные чиновники, министры, судей, прокуроры, военнослужащие, руководители больших государственных предприятий, заподозренные или уличенные в незаконном обогащении, расхищении, либо же нанесении убытков государству на сумму свыше 600 тысяч гривен. Коррупция может быть, к сожалению, но это факт и в Верховной Раде, и в Кабминии, и в госадминистрациях, и в самоуправлении, но и в администрации президента также. Это, к сожалению, но это правда. Мы все понимаем. Поэтому орган должен быть независимым и не должен бояться людей, с которыми он будет бороться. Трудработников бюро будет высокооплачиваемым, что гарантирует их неподкупность и объективность. К примеру, минимальную зарплату предлагается установить на уровне 18 тысяч гривен. Ставка директора составит до 50 минимальных окладов. Процедура избирательности директора на публичном конкурсе должна обеспечить политическую независимость бюро. Вопрос материально-технического обеспечения, соответствующего этого органа, это тоже есть в этом законопроекте. Гарантии, соответствующие оплате труда для работников бюро. Все это должно быть заложено на законодательном уровне. И тогда ни президент, ни правительство своим актом не смогут изменить этих основных гарантий, основных положений, которые будут работать на то, чтобы никто не смог повлиять на результаты, на деятельность этого органа. Сотрудников бюро будут регулярно проверять на детекторе лжи, а служба внутреннего контроля мониторить их благосостояние и соответствие доходов уровню жизни. Эффективность работы учреждения будет оцениваться по конкретным результатам. Раскрытие двух-трех коррупционных дел в год с лишением свободы и виновных чиновникам авторы считают хорошим показателем. На этом у меня пока вся информация. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова